Всем привет, наши дорогие подписчики, на связи Славян, канал Семенович Глодана. Посмотрите, какая красота у меня за спиной. Вид наш из нового домика, где мы живем. Это лифт, это лифт в обычном жилом комплексе. Ссылочку я оставлю вот здесь на выпуск, обзор данной квартиры и немножко комплекса, не всего комплекса. А мы не туда приехали, Славян. Мы приехали туда, мы даже часами еще не разобрались. Нажали на ноль по привычке с того комплекса. И нам нужно все-таки ехать на единичку, на первый этаж. Вот, тут уже я вижу людей, они поднимаются, заходят в подъезд. Видимо, идут из бассейна, да. Держите дверь. Здесь нужно прерваться. Немножко неудобно, что из подъезда нет специального спуска. А вот здесь вот есть. Очень странно, конечно. Там сделали, тут не сделали. Мы с вами сейчас дойдем до моря, посмотрим здесь немножко округу, насладимся средиземочкой, ну и, собственно, все, как говорится, в нашем формате, как мы вместе с вами любим. Погнали, мы в Турции, Алания. Здесь прикол, вот в этом жилом комплексе, то, что каждый дом находится на своей территории. Но у нас, естественно, у каждого есть ключи, и мы можем на любую территорию проникать спокойно и, соответственно, пользоваться каждой территорией. То есть, на какой-то территории есть теннисный форт, на какой-то территории есть сауна, на какой-то аквапарк, на какой-то детская площадка. Вот, и всем этим, конечно же, каждый житель данного комплекса может пользоваться. Причем независимо, купили вы здесь квартиру, либо вы снимаете. Заборы. Видите, как они закрывают классно такими растениями, цветочками, и непонятно даже, что это за заборы. Видите, как здорово. Это все у нас жилой комплекс. Вот тут у нас теннисный корт. Вот в этом комплексе хамам, сауна, бассейны, крытый, закрытый. А вон впереди нам нужно вот так вот двигаться вперед, и там будет уже морюшко. Пойдем на закат. Мы, кстати, давно не были на закате, а прямо на море. Поэтому вот сейчас мы двигаемся туда. Какие шикарные виды, конечно, здесь открываются. Вообще, в принципе, в Мухларе горы рядом, море рядом. Вот этот вот жилой комплекс, Сиренити парк. Вообще бизнес-центр по цене российской однюшки. У меня, кстати, есть выпуск про вот этот жилой комплекс. Я там тоже делал обзор. Там на продаже есть у нас две квартиры, поэтому можете написать мне в инстаграм, если вас о них заинтересует. А ссылочки на выпуски я также оставлю в описании под этим видеороликом. Смотрите, там закат уже начался на море. Видите, небо раскрашивается. Здорово. Есть еще вот такие вот, видите, дома, типа девятиэтажка, да? И у них на территории, ну вот совсем так чуть-чуть, вот детская площадка стоит, тоже закрытая территория. Возможно, у них под самим домом, да, там, так сказать, на нулевом, на минус первом этаже есть бассейн и тоже есть хамам. В принципе, здесь в основном все это есть, но не факт. Если вы выбираете себе какое-то жилье, даже там посуточное, но я думаю, что лучше снять посуточное... Спасибо. Лучше снять посуточное жилье, чтобы у вас вот так вот все было, чтобы вы просто кайфанули от этого. Вот прошли буквально 100 метров, и здесь уже начинается цивилизация. Очень много всяких магазинчиков. Стой, стой, дорога! Здесь большущая проблема, что не пропускают пешеходов, поэтому в Турции переходить нужно очень аккуратно дороги. Вот уже есть надувашечки всякие. Видите, все есть, есть базарчики всякие. Да, и то есть вот это такая вот улица получается, да, где, в принципе, можно много всего купить. Продуктовые, кафешки, рестораны. Вот тут есть сразу прям рядом с домом. Здорово. И снова вот мы попадаем в такую культурную Турцию. Здорово для людей, которые спустились с гор. Да, спустились с гор. Мне там в выпусках пролетают комментарии, мол, типа, «Во, вы так удивляетесь!» А мы, типа, там, смотрим других, там, блогеров и так далее и тому подобное. И нам это уже, типа, как не впервой. Блин, мы тоже смотрим, но мы привыкли, как бы, смотреть. Нет, подожди. Ну и что? Ну, я и говорю, любить какую-то картинку нам нравится, восхищаться. Если это красиво, значит, это красиво. Если мы такого не видели, для нас это впервые, для вас нет, не смотрите. Ну, тоже верно. Вот, можно так. Поэтому... Мы уже проживаем жизнь для себя, а не для того, что кому-то надо, кому-то люди-то все разные. Да, совершенно верно. Поэтому мы охаем, ахаем. Возможно, кто-то смотрит и, типа, о, на чем тут он удивляется обычно. Значит, необычно. Идем. По-прежнему за спиной сохраняется шикарный вид. Здесь такие, смотрите, прям елки какие-то такие сосновые. Между ними растет какая-то пальма. И здесь находится какое-то учреждение. То ли школа, то ли что. Не могу понять. Нужно это все дело переводить. Вот, ну, по крайней мере, есть всякие площадки волейбольные, баскетбольные. И тут тоже так же есть кафешечки. Как прикольно, смотрите, между домами. Такая плантация банановая. И мы, получается, смотрите, сейчас попадаем опять в такой сквер, где вот всякие тренажерные площадки. Здесь большое, кстати, количество турков гуляет. И вот такие турецкие дома, кстати. Колоритно. Мне вот нравится. В Турции прям колоритно все это дело смотрится. Так, начинаются магазинчики. А это, наверное, даже какая-то клиника, да? Ну да. Частная какая-то клиника. Какой-то парк для детишек. Такой дельный. Видите, всякие тренажерчики. Качельки, горки. Интересно. Но обязательно тоже сюда как-нибудь зайдем. Погуляем. Овощи, фрукты. Овощи, фрукты. Правда, к сожалению, без цен. Кафешечка. И вот она пошла. Прям такая вообще центральная улица. Вот смотрите, какая детская площадка. Классная. Мы перешли дорогу. Здесь очередная вот такая прям туристическая улочка. Опа, сейчас. Так, и все. Вот уже идет морюшко. Буквально сколько нам до моря получается идти? 200 метров? Да? 7 минут даже. Вообще класс. Вот прям идеально, как говорится, мы припарковались. Здесь еще сквер. И какой закат сегодня прекрасный. Закат сегодня невероятный. И гляньте, какой вид за спиной. Вообще невероятно. Турки сидят в компании. Семечки щелкают. Вот еще кафе. На шарке, на шарке. Так. Что здесь написано? Алания, Белидииси, Манола. Ну, короче, вы поняли, что-то там по-турецки. Надо, как говорится, учить язык. Вот еще одна детская площадка. Вообще я кайфую от того, что в Турции огромнейшее количество детских площадок. Причем детские площадки, они не просто такие маленькие. Да? Как, например, у нас в России во дворы заходишь, и там они разбиты, убиты, ушатаны. Нет, здесь они вообще такие цивильные, классные. Куда прям таки хочется отправить свою ребенка. Ну вот. Вот мы идем, пока я вам рассказываю. Смотрите, вот еще детская площадка. И посмотрите, какая она классная. Обалденная. И здесь вот пляж. Называется он Миробич. Не знаю, платный или бесплатный. Сейчас попробуем зайти. Если нет, прогуляемся чуть дальше. Просто здесь почему-то все забором ограждено. Но какой сегодня закат. Потрясающе все выглядит. Вообще очень и очень круто. С детской площадки нужно попасть в переход и перейти. А то я и думаю, а как же нам пройти-то туда? Вот так вот. Мы сейчас спускаемся и попадаем в переход. Сейчас посмотрим, что же там за переход. Парам. Ну что? Идем в переход. Нет, стойте, 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 говорю. Так, слушайте, нет, это что-то не переход. Он вообще какой-то затопленный. Так, походу мы пришли не туда. Нет, здесь вообще что-то сливается. Все, короче, вообще, как это канализация. Ладно, пойдем отсюда. Пойдем искать другое место. Пытаемся найти переход. Я вроде там увидел знак. И здесь, видите, получается с той стороны уже такая набережная. Хочу вам еще жилье показать, что можно вот так вот жить. Посмотрите, вот в этих вот видовых, особенно, квартирах. И вот с таким вот нереальнейшим крутым видом. Он реально-нереально крутой. Вообще, какой кайф, а? Сейчас пройдем на набережную. Надеюсь, мы все-таки попадем там на морюшко. И у нас это получится сделать. Пока я, конечно, не совсем понял, как. Куафор, BSB. Это парикмахерская. Смотрите, какие цветочки красивые. Декабрь, друзья, декабрь. И самое интересное, что в Турции кайфовенько, что это не жаркая страна, типа, знаете, где жара вообще невыносимая. Нет, здесь вот именно комфортная температура. Вот прям идеальная. Вечерочком ты одел кофточку, и тебе классно. Не надо детей паковать в зимнюю одежду. Не знаю, я вообще кайфую. Вот кайфую. Пацаны наши тоже вообще кайфуют. Им прям заходит. Вот, кстати, Туарег пронесся. Московский. Очень много машин на российских номерах. Я думаю, что в следующую зимовку мы тоже обязательно приедем сюда на машине. Надеюсь, все это дело будет попроще. Так, ну вообще вот знак пешехода. Как-то перейти пешеходного перехода. Возможно, где-то тут, может быть. А, вон он чуть дальше. Видите, синий знак? Вон туда идем. Но мы... Самое главное, что мы, в принципе, вот подошли к морюшку. Уже на закате. Это хорошо. Мои немножко отстают. Какой кайф, а? Нереальная красотища. Это вот вообще прям такой старый-старый дом. Видите, там ржавое уже все. А-а-а, какая красота. Входная группа. Как вам? Как вам входная группа? Во дворе, смотрите, как все. Зелено. Это бананы. Бананы, пальмы, финики. У нас, кстати, на территории в ЖК тоже растут финики. И прям свисают эти финики. Здорово. Прям первая линия. Так, все, мы дошли до пешеходного перехода. Будем переходить. И вон там я подключусь. Настенька еще не перешла. Мы как-то убежали вперед. Все, набережная началась. Велосипедная дорожка. Пешеходная дорожка. И я вас всех приглашаю. Всех вас приглашаю на море. Насладиться вечерочком. Здесь есть кафешечка. Немножко хочу вам по ценам показать. Бесплатный Wi-Fi. Ничего не понимаю, что написано. А ну вот типа туркиш кофе. 6 лир. Еще что-то. Тост. Вот я понимаю. 15 лир. Мангал. Я так понял, что, видимо, можно взять в аренду. Бузгала. Единственное, что нет для колясок спуска. Поэтому мне придется сейчас прерваться. Так, Мирончик у нас чуть-чуть не доспал. Здесь, смотрите, есть кафе. Есть даже лежачки. Мы вот так вот оставляем колясочку здесь. И будем двигаться прямо к самому морю. Вообще, ребята, вон даже стульчики себе принесли. Какой прекрасный закат. Вообще просто, просто обалденный. Огромнейшее сегодня солнце. Кайф. Какой сегодня закат. Наконец-то мы пришли к морю на закат. А все потому, что у нас море теперь метров 150-200. Класс. Ширченый пляж. Вообще. Цвет воды снова потрясающий. Закат бомбический. Оу. Смотрите, какая волна идет. Можно залезть на этот камень, но там бьет волна. Я вообще не хочу намокнуть. Ух, какой закат. Так, мы вместе с вами прямо сейчас проводим эту красоту. Солнышко упадет в море. Я не буду отключаться, чтобы вы насладились этой красотищей. Настенька, Миронечка кормит. Пацаны все, стали играть. Ай, какая красота. Пацаны. Продолжение следует... 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 Так, ну что, я готов. Осталось только дождаться, когда волна уйдет. Во, как раз ушла. Слушайте, да, кроссовки еще и в сетку у меня. Конечно, вообще. Так, волны идут. Блин, какая прозрачная вода. Смотрите. Как вам показать? Смотрите, вообще все видно. Смотрите. Вот эта волна сейчас у меня пахнет. Нет, кстати. Красотища, а? Ой, какие, друзья, кадры. Специально для вас. Снимаю. Да, если у вас есть возможность, обязательно приезжайте в Турцию в не сезон. Это совершенно другое. Это совершенно другой отдых. Когда пустые пляжи, когда ты наслаждаешься действительно вот такими вот красотами, так и хочется прям прыгнуть. И чувство, как будто ты один на всем этом берегу. Какой кайф, да? Один, и как будто больше вообще никого нет. Никого. Ну, на самом деле, действительно никого нет. Мы на пляже-то вот раз люди. Мои пацаны. Вот девчонка сидит. Мужичок сидит. И все. И больше никого. Мы вот сейчас гуляем, и Настенька говорит, Слоян, нужно стараться в каждом выпуске показывать море. Я думаю, что вот вы смотрите выпуски, и вам явно не хватает такой картинки. Даже мы живем здесь, нам не хватает такой картинки. Поэтому, друзья, я хочу пообещать вам, я буду стараться каждый день доходить на море, учитывая, что мы теперь живем в 150 метрах, и показывать вам эту красоту. И вот эту тоже красоту буду показывать. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Поддержите выпуск лайк, напишите комментарий. Это же так просто, а для нас огромная поддержка. Средиземочка для вас на закате из солнечной Алании. Приезжайте в Турцию, вы явно не пожалеете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok